Девушки отдыхают Сегодня в парламенте, как и все министры Обсудим мы главные темы, которые касаются всех, у кого есть дети Дети-студенты, дети дошкольного возраста Как будет организован процесс обучения Вот уже начиная с октября, когда начинается отопительный сезон Чем ближе мы к этому числу, 1 октября, когда меняется формула Когда непонятно, что с поставками газа Какие сценарии сейчас рассматриваются в Министерстве образования? Ну, как вы видите, начало учебного года произошло нормально, как обычно То есть все учебные заведения открылись Занятия проводятся с физическим присутствием У нас разработан план, в правительстве разработан план Как мы будем отвечать любым кризисам, которые могут быть в этом году В том числе то, что касается поставок газа По мере поступления новых ситуаций Тогда мы сможем, будем принимать какие-то меры То, что мы готовим к тому, наш объектив Это то, чтобы все школы работали с физическим присутствием Это наш объектив, к которому мы будем его придерживаться И все-таки, вот в начале, еще вы участвовали в одной из передач Где-то в начале августа Тогда вы говорили, что рассматриваете и готовитесь к любым сценариям Позже вы заявили о том, что уйти на онлайн-обучение Это практически нерассматриваемый вариант Сейчас, вот уже конец сентября, начало октября будет скоро Когда отопительный сезон начинается Переход на онлайн-обучение Насколько все-таки это вероятно? Это вероятно в экстренных случаях Экстренные случаи, это когда мы не сможем будем отопить Отопить учебный, то есть сделать тепло в школах Которые топятся на газе И это экстренные случаи, когда у нас не будет возможности покупать газ Ни за одного источника Это маловероятный случай Поэтому я говорю, что возможность это только в экстренных случаях Когда невозможна закупка газа и отопление школ Которые отапливаются именно на этой основе Все-таки, если вы могли бы предоставить какую-то статистику Вот сколько школ, особенно в сельской местности, например, отапливается на дровах Сколько имеют альтернативные источники, если газ отключат? Вот какие есть цифры? Сельможен, я продолжу на рамках, как будет легче То есть, мы имеем в Республике Молдова, в целом 1200 школы, в учебном примаре, гимназиал и лечеал, мы имеем около 700 школы, которые они охлаждены в базе в качестве натурального газа. Для около 100 школы, в частности, мы имеем о нормативе для охлаждения школы с combustible solid, и в целом 600 школы не имеют другую альтернативу. Время, что я имею в виду, что план, который был создан в ГУВЕРН, это предоставлено для школы, которые не могут быть интерруты для газа, чтобы быть осуществлены с газами натуральными. Акады план предоставлены газами натуральными, даже в ситуации, в которой мы не будем примен в базе контрактного existента, И институты, 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 институты и институты Существуют первые типы институты Которые должны быть осуществлены с газы натураля Это вы а школа, которые вы хотите детские сады и университеты Возможно, в университетах будет другой план Потому что все такие взрослые... На самом деле, мы говорим и о градинице На самом деле, мы имеем около 700 градинице Которые закладываются с газы натураля И есть такой же режим Школы, градинице, спитали, блоки локатив Существуют между тем, которые должны быть осуществлены с газы натураля Также хочу вас спросить по поводу оплаты счетов Которые придут за это отопление Рассматриваются ли сценарии? Это больше, конечно, вопрос к Министерству финансов Но все-таки вы, как министр образования, возможно, уже обсудили это Когда потребуется помощь школам, которые за свой бюджет Просто не смогут плакиваться Вопрос уже менее актуальный становится, но все-таки пандемия Есть ли какие-то варианты рассматриваются, возможно, тоже обсуждаются уже с другим Министерством здравоохранения Когда потребуется дополнительные меры в процессе обучения в связи с пандемией Или сейчас уже это неактуально? Существуют обучения? Существуют обучения? Существуют обучения? Существуют обучения? Существуют обучения? Существуют обучения? Существуют обучения в связи с пандемией в связи с пандемией Существуют обучениях и стоим в связи с пандемией, в связи с пандемией, в связи с пандемией, в связи с пандемией Вы, как министр образования, за эти два года в том числе в выпускниках девятых, двенадцатых классов, деток, которые не могли ходить в садик, родители. Все-таки, если так масштабно оцените вот эту процедуру, насколько она сказала? То есть, у меня, я думаю, что, в первую очередь, в 2020, когда в 100 странах, в пяти миллиардов, 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 который, в у CAD- ACE, decided, была сердиться открывшая статья на церкви, inclusive функционирование институтов, а институтов в инвотаменте. И вот этот impact, через несколько дней, и автор в видение и вакансы, когда дети, не только когда у них были предыдущие школы, но только когда у них были большие возможности социализации. И вот этот impact major. Это показывают исследования, которые были сделаны в 2020, и, после этого, после этого, после того, как и другие страны, организации, и Банка Модиала, и УНИЦЕФО, у командирования студии, которые у них были, что это не так хорошо, что это не так хорошо, что это не так хорошо, и ассоцией, и ассоцией, и ассоцией детей, и в следующем году, в 교re, в 2020-2021 и следы, которые уже уそれでは времена, с уникальным пациентом с помощью полностью цифровой учреждения и ищут начинки, еще и другие средства, для того, чтобы создать активацию в институте можно улучшить свои образования в предыдущие школы. В то время фигменты, у них, по-друге, мы можем настроить улучши, д employed для ст Storage, для того, чтобы смазывать улучшение в институте при подогревании, к тому подобным условиям предыдущим беспланово в мазуру в каком это было возможно. В прошлом году, с физичной презентации, уже были уделены материалы, которые не могли бы подавать. То есть, выиграли лица? Да. Да, эти лекции были потерпены, но в сезоне 2021-2022 они смотрят в том, что, что дети не обогревали. Ратура промышленности, и если мы говорим о медицинском баклауреатом, то, в этот раз, это еще более большой, чем в прошлом. И это постоянно увеличивается, и это, конечно, что училища и училища и училища училища, которые будут получать в следующем этапе исследовании. Инклюзива Дмитрия на университете. Как раз о реформе университетов высшего образования. Это была одна из таких реформ, которые вот как-то внезапно они узнали и профессора, и студенты, и масс-медиа. Я даже сегодня говорила с ректорами университетов, которые присоединились к тем крупным университетам. Будем честными, они говорят, что проблема, в принципе, вот это непонятно, где кто будет работать, она разрешается постепенно, то есть еще все процедуры не завершились. Все-таки вот по итогу, будут ли учителя, профессора, которые не найдут себе рабочее место в уже университете, к которому присоединилась? И вот по зарплатам. Те, кто нашли себе другую, я так понимаю, что некоторые перешли просто в должности профессора, кто читает лекции, по зарплатам. Есть ли вот потери, то есть кто-то получает теперь меньше? Я хочу сказать, что в первую очередь не было нестептат, эта организация университет. Деспри этом мы поговорим в 2015, когда был у студии достаточно много, и достаточно много, и достаточно много, и этот студия предоставляет университет очень широкая, в которой раман только шесть университетов в стране, которые учешествуют финансировать в эти университеты, и институты и искусства Анукркады. В 2015 году мы все-таки торговли об обороны, и ой, в сит bakt, случился. Не договорились только в реанализации, а только в реанализации, которые стоят Хранклере и эскеточные расходы, как в Месте ANACECО, и Месте NCD, который был создат в 2015, в 2017-2018. Продолжение следует... ...in care noi dorim să modernizăm procesul de învățământ superior și domeniul cercetării și investim în această reformă 700 de milioane de lei. Iar 500 de milioane dintre aceste 700 vor fi acordate sub formă de grant-ul universităților. Deja în această vară am aprobat grant-uri pentru șapte universități și șase colegii în sumă de circa 300 de milioane de lei. Și în curând, după ce am organizat toate formalitățile de deschiderea conturilor, iată universitățile în curând o să primească acești bani. Cu acești bani, universitățile își vor putea dota laboratoarele științive și laboratoarele în care studenții învață. Vor dota seli, vor face centre pentru ghidarea în carieră și, foarte important, vor moderniza programele de studii și vor crea oportunități suplementare pentru studenți pentru ca să obțină studii relevante, ca să fie mai relevante și mai aproape de ceea ce le trebuie lor atunci când se angajează. Cum ați menționat și dumneavoastră, procesul de fuziunea acestui număr de universități este destul de amplu. Deci, este necesar de a transmite toate bunurile, de a integra, de fapt, în universități și vreau să mai spun un element esențial care, la fel, nu întotdeauna a fost reflectat corect în măsmedia, nu le chiedăm nicio instituție. Noi reorganizăm și, de fapt, prin fuziune. Mai multe instituții sunt integrate doar într-o singură instituție. Fuziunea prin absorpție, aceasta înseamnă că o universitate care este o universitate absorbantă, preia toate drepturile, inclusiv a universității absorbite, fie că avem contracte de muncă, fie că avem contracte cu alții agenții și operatori economici. Prin urmare, această integrare a instituțiilor este un proces complex. Noi facem toate lucrurile treptate așa ca să se desfășoare totul fără a întrerupe anumite procese care sunt necesare. Primul accent a fost pe transferul studenților. Studenții au fost toți transferați în luna august în instituțiile noi, în aceleași condiții de studii, la aceleași specialități. Pe urmare, toți au început anul de studii la aceleași specialități la care au fost înmatriculați, în aceleași condiții, fie că era la studii fără taxă, fie că era la studii cu taxă, dar în aceleași condiții de taxă. După care, accentul s-a pus pe încadrarea cadrelor didactice, fiindcă trebuia să începem procesul educațional la 1 septembrie. Și, prin urmare, toate cadrele didactice care sunt implicate în proces, ele deja sunt în activitate, în predarea cursurilor. Urmează etapele care țin de celălalt personal, reorganizarea subdiviziunilor de suport. Și, vădă-i în acest proces, sunt-i cei care nu pot să-i sănătepte, nici profesori, decani, așa, tehnică personal, asistenti în cahidra, sunt-i cei care nu pot să-i sănătepte? În acest moment, ministarul să garantiște, toate aceste lucruri se rezolvă în cadrul universității, în funcție de ce necesităță are universitatea. Deci, în funcție de faptul cât de mare devine universitatea, ce personale trebuie în structurile, în subdiviziunile de suport, cum ar fi resurse umane, secția administrativ-financeară, se va decide universitatea. Noi nu avem semnale că sunt disponibilizări prea multe, deci, din potrivă, deocamdată etapele care au fost menționate, majoritatea cadrulor au fost încadrate. Vreau să menționez că, printre angajătorii universităților, sunt diferite categorii de, diferite moduri de angajări. Sunt persoane care au trăcut concursul și au o perioadă de patru ani, de exemplu, în care el este conferențar la o catedră. Deci, multe posturi sunt ocupate prin cumul. Prin urmare, funcția prin cumul nu este o obligație, adică care s-a finalizat, de exemplu, a 31 august, și a fost destinată anului precedent de studie, nu este o obligație pentru noua universitate de a angaja sau nu. În funcție de necesitate, este angajată persoană prin cumul. De ce? Prioritatea se... De sigur că au persoanele care sunt pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată și în funcție de necesitățile universității și modul în care este organizat noua structură a universității, sunt propuse persoanelor noi funcții sau activitatea la ceeași către, dacă ea s-a păstrat în această structură. Context al agrarului, să spunem, Или есть какие-то помещения, которые остались консервированы, то есть у них нет сейчас, ну вообще никаких процессов учебных, остались закрытыми. Есть ли такие помещения, которые не понадобились в результате этого рефора? Я думаю, что это время, чтобы сказать, и я думаю, что в период очень короткий, и университет не смогут найти, например, о рационализации, чтобы использовать спасти. Я думаю, что это про крайне коротко, но это проще, что они, в том числе, при этом, когда факультеты были самые похожи, например, на Дреа или на Дреа или на Дреа или на Дреа, и, в том числе, и они, что они стремятся в процессе в данном блоке. И, конечно, это были, конечно, что, эти студенты стали включены в альтернативные учреждения. Если факультетились остались separate и у них в уроке, они более, конечно, что они стали в этом блоке. Я не могу сказать с уверенностью, но я думаю, что, в этот момент, не очень много изменений. В первом году, я думаю, есть период скорости, чтобы адаптировать и использовать более эффективно спасти. То есть все помещения пока остались у этих университетов, потому что вы сами, наверное, слышали много раз, особенно позиции, утверждали, что некоторые участки или помещения перейдут, будут проданы и так далее. Этого не произошло. Университет, что я хочу сказать, я об этом сейчас говорю о том, как использовались в процессе исследований. Но все эти университеты, все, игры, все идут на Университет. И это не может университетов, ни университет, ни с кладом, ни с землами, потому что эти университеты будут 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 поданы и они будут поддержаны через закон. Статистикой, если уже сейчас можно говорить, в конце сентября, о том, сколько студентов поступило вообще во все университеты нашей страны. и вот в частности по этим университетам, вот аграрные, террасполские и так далее. Если у вас есть статистика сравнить, например, вот в прошлом году и вот в этом году, сколько поступило? Не можем сравнить с датами прошлого года, потому что мы будем делать после 1 октября датами финальной датами отмитения этого года, но датами prelimинарии, которые мы получили в конце лет, август, здесь мы получили что-то, у нас есть 19.000 студентов, которые у нас не имеют решения, в частности, что, в институте, здравоохранения и здравоохранения стоят в обществе в институте, то есть в트가 действительно хорошей. И мы получили рабочих, мы получили учимы и мы получили в институте, даже если мы говорим о обе есть, но мы получили работу над тема, мы получили Crad後 вопросам, что-то в отмитуте давно, и, в сравнении с прошлым годом, мы сможем сделать это в начале октября. Не так много времени остается до паузы, но хочу начать тему уже школьного образования. И вот количество учеников в этом году, если снижается, особенно первоклассников, вот если есть тоже здесь какая-то статистика, чтобы перейти к той реформе, о которой говорилось несколько лет назад, об оптимизации школы. Вот количество учеников, особенно первых классов, что показывает тенденция? У нас есть одна из первых классов, если нет, 36 миллионов. И это один из первых классов. И, в учебе, у нас есть 13 миллионов девятых классов, и, в целом, это один из первых классов, и, в целом, у нас есть примерно 45-46% в начале учеников. На самом деле, другая часть идет в институты для учебного профессионального и технического института. В этом института была очень хорошая, что 15 миллионов институтов в этот год. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет. Я говорю, если он занимается функцией, он занимается функцией, он занимается функцией, он занимается профессором математики, и он не работает на норме, он работает на норме 0,5 или на норме 0,25. Но вот проблема, когда все-таки несколько предметов преподает один учитель. Это точно есть такая информация и точно... Мы имеем и студии с специалистами дублые. Даже в университете есть специалисты дублые, которые студенты учатся, например, математика и физика, или математика и химия, или историю и географию. Господин Топал, продолжим эту тему через несколько минут после небольшой паузы. В эфире программа «В центре внимания» продолжаем дискуссии с министром образования. Господин Топал, мы начали тему вот нехватки педагогов в школах по поводу того, что обсуждали несколько лет назад, и говорят, что еще некоторые школы должны быть оптимизированы из-за нехватки учеников. На 1 сентября есть ли такие школы, которые закрылись или были оптимизированы, объединены, например, в каких-то населенных пунктах, и продолжается ли этот процесс? Утилезавая эффективность в ретейле школах я думаю, что это не для того, чтобы быть у профессора. Это не для этого объектива. Объективы это для того, чтобы осознать качество эдукации в любую школу, и осознать бану на паузы. Но, в первом месте, мы поставим качество, которое нужно осуществить в каждую школу. В основном коду обучения, responsabilность организации для организации рецептиковой школы у авторитетили публики и локалии уровня 2, а также консилии районали, консилии municipали, которые должны организовать рецептическую школу. В этот момент еще не имеем информации на консилии районали, в связи с реорганизацией университетов, мы получим эти данные, и после рецептикового рецептика, в первом месте, мы получим такие данные, но мы не получили эти данные, которые будут организовать институты. В 2015-2016 годы, вы сейчас в должности министра образования, считайте, что это был единственным, возможно, мы можем обеспечить вот это качественное образование, потому что многие школы потом открылись заново, то есть нашли все такие источники для того, чтобы после оптимизации они открылись, например. В последние годы, ании, в последние годы, у нас были в обязательности консилии районали, с членом школы, и реорганизация рецептического школы в районе. Я хочу вот чтобы выяснить что то, что ситуация чемод ten Hagia и ситуация mà поведает так, чтобы в униевые штыки, в униевые штыки, чтобы в униевые садки, полуниевых девочек, который может быть униевые девочки. И, действительно, сегодня мы сейчас находим школи которые вывы можете от 40-35 детей. ουν сами несколько лет. В результате у которых, наше уроки, у которых учатся к1-2% и уроки препятствуют вручальные дела. Уходов, например, у них verbs будут вращены такие школы, в каком-то формате. Я не думаю, эта способствия их учатся к этому неченикам собрания детей обслуживает обосрепанской школы, когда первые учатся артистмуты находятся в законе, или что уроки. А так я решила, мы должны быть вела. Если у нас есть депутат. Мы могли бы осуществить депутат, которые обитают. И также нужно быть в школе — в школе и в школе, в школе, в школе, в школе. Прямо быть в качестве модема. Если мы гарантим. В фуковой ситуации, вخت Of правиле, а от Lilian, супер, то это будет о ситуации. в которой они осознают эту качество, но это не означает, что школа будет иметь большие возможности для развития инфраструктуры и для них хороших детей. В этом случае, здесь есть у нас много активных которые должны быть вставлены для того, чтобы все необходимы для школы. И для них хороших детей, и для них будут учиться для того, чтобы осознать эту качество для изучения студии, и для подготовки, чтобы осознать этот процесс educационный. В этом случае, здесь будет дискуссия на фейкаре, консилии райональ, с инфраструктурой, с инфраструктурой, с инфраструктурой, при этом формате, который создает в фейкаре район или муниципиу, для того, чтобы осознать качество обучения. Сколько, если на 1 сентября или за последние несколько лет молодых специалистов пришло в систему, люди, которые закончили только университет, педагогический, например, или терраспольский, и пришли в школу. Если у вас есть такая статистика, процент, сколько устраивается по специальности, а не идут в какую-то другую сферу? Статистика, в последние годы, это как-то следует... ...эм... 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 ...эта статистика университет университет и... ...эм... ...эта статистика которая для всех бюджетников мы так понимаем повысилась зарплата повысится с 1 сентября. Будут ли еще какие-то повышения? Будут ли предлагаться, не знаю, какие-то изменения в системе оплаты труда? Ээм... Ээээм... ...эээм... ...эээээээ... То есть пока, как у всех бюджетников, отдельно что-то для педагогов не будет. Другая проблема, которая может быть связана с этим, все-таки, когда до сих пор собираются, несмотря на все указы, несмотря на все решения внутренние и так далее, собираются неформальные какие-то сборы денег на подарки учителям, на внеклассные какие-то мероприятия и так далее. Насколько, на ваш взгляд, стоит острая эта проблема? Потому что в нашей редакции даже были сообщения, когда нам присылают скрины из чата внутренних каких-то секретных между родителями, которые собирают по 200-300 леев на подарок, который в итоге стоит 5-6 тысяч. Вот эта проблема, насколько она актуальна, на ваш взгляд, и что можно сделать с этим? Потому что многие родители не согласны. И сами понимаете, когда не согласны, что происходит? Я хочу сказать, что изучение в Республике Молдова не требует, не требует предоставить плацелу информацию и иллюзии. Открываем все-таки, чтобы Продолжение следует... 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 потому что мы знаем проблема, что рабочие специальности не покрываются, многие хотят сдать бак и потом уехать, к сожалению, за границу, потому что здесь не находят работа. Не будут нищие ошибки, которые не были discutены до сегодня. Это корректно, это нужно, чтобы студенты были relevанты. Требуется, если мы говорим о профессиональном, техническом или superiorе, требуется улучшение программных студий на церенции пяти, то это большее – но для учеников. Желательно, чтобы приучить студенты в этом качестве, чтобы создать классные студенты на шести чуть-чуть шимпанилия, чтобы препятствовать в студенте celular, чтобы хорошо подготовить в дуку. Такое место есть, предусмотрение программного студий, Действие, обработание компетенцией, которые сейчас должны быть выполнены, и об этом в виде digitalизации, и то, что появляется новым в компании, это важно, чтобы будет раздаться в школу. Принут aproбания логовы и инвыцаменту. Мы сейчас в процессе динутае, в процессе общества, проекты, которые будут в том, которые будут в реагировать логовы и инвыцаменту. Таким образом, мы делаем более хорошую обучение в подготовке специалистов. Например, если мы говорим обучение профессионально-техники, в последние годы, эта форма обучается достаточно хорошо в Республика Молдова. Приняя и кадры нормативы, которые мы elaborаем, мы видим, что мы видим, что мы делаем, и для операций экономики, мы успеем приготовить более эффективно, и более эффективно, для компании, и, по поводу студии, и они получают более хорошую обучение если они participают на эту форму обучение. И, в общем-тое, которые мы делаем, только мы делаем, и активность в обучении и качество студии, в общем-тое, и требует, в эдукации, мы продолжаем, чтобы мы делаем программы, дисциплины, или модуляции, чтобы дети быть подготовлены для того, что сейчас это самое важное для того, чтобы создать общество. Вот как раз в этом контексте хотелось спросить по поводу школьной программы, вот куриклома. Вы, наверное, тоже слышали очень много раз о том, что родители считают, что детям задают слишком много уроки или заданий, которые им не понадобятся в жизни. Об этом говорится на протяжении, когда я училась в школе, и до сих пор вот дети говорят, что им не нужна та сложная физика, допустим, если они не выбирают или не хотят выбрать профессию, связанную с этим. Будут ли пересматриваться эти программы, или, может быть, ожидается масштабная реформа школьной программы, когда действительно дети со школы будут знать, чему их учат и для чего их учат. Вот самое главное, не просто выучить урок и забыть, а подготовиться к будущей профессии. Как сказали, международные программы периодически системы и учатся и адапте инструменты которые задерживаются обучающиеся. Идут, курикумы, manualы, которые были adaptаны в определенные периоды в течение времени. Курикумы национали у нас был моден в 2018 и 2019, а декабряда, потому что это произошло на 10 лет, и у нас было 7, 8, 10 лет, и декабряда в этих случаях которые предложат инкutа инкута в цене модификация декабряда в течение года мануале, conform этот курикум, для осигура школьные мануале соответствующие курикумы. В этом случае, модификации, в темноте, очень близко к курикуму, так как это будет улучшение мажора, не предупреждены. Не предупреждены в следующие 3-4 лет. Не предупреждены в этой системе, что не все предметы, которые проходят, которые задают, они полезны ученикам. Нужно сказать, что предупреждены не полезны для детей. Есть ошибка, что физика или математика не требует в процессе образования. Мы не можем видеть для всех профессий, или для каждого человека, где вы получаете различные знания. Это не означает, что обучение, и то, что обучение, что выполнение, не нужно. Если не нужно, чтобы изучить динамика, она не будет в начале. И что, это убедивание, что не требуется чтобы мешать в определенные действии. Потому что, нам предметов не только Branchа, а сразу и знания, и подавайте ее более понятным, более адаптированным к реальным жизням, которое понадобится. Понятно, почему и, коррект, почему мы не адаптаем инструменты, которые используем в процессе для продажи, это означает и курикум, manual, модалитетили для продажи, это permanent в изменении, и тянет из многих вещей, которые происходят в соцсетях, а также, теперь, мы должны добавить больше акцент на технологии и платформе в процессе для продажи, которые позволяют продажи, которые позволяют понимать, у детей более удобно, и, возможно, понимают более удобно, и материалы, которые будут проданы. На одном из-за недавних заседаний правительства, Премьер-министр Наталья Гаврилица, если я правильно поняла, заявил о том, что разрабатывается вашим министерством новая программа или новые законопроекты о финансировании школ. То есть, что будет изменена процедура финансирования учебных заведений. Если вы можете нам сейчас сказать, что предлагается изменить и почему необходимы эти перемены. То есть, не соответствует запросам, требованиям то, что сейчас на ученика дается финансирование. Периодик, когда нужно в аж усмотрение финансирования, когда нужно Child step by intervenими с QuizАры. У меня есть формулы финансирования и на наночный таблиц, и наночный профессиональный, и наночный спиро, которые стоят в функции по ребённой студентой или algún уровня элеги. На анвируэта этапа, и в результате words, нужны адаптати. Если вы разработали формулы, и она выполняет, видимо, что есть какие-то необходимые формулы, и очевидно, что эти формулы будут модировать. Например, мы хотим, чтобы на Уважаемый Суперий, чтобы улучшить компонента, который будет в качестве формы, в базе критерий, и, наверное, мы сделаем, чтобы улучшить эти формы. На Уважаемый Профессионал-технике, мы хотим, чтобы улучшить формулы. И на Уважаемый Генерал, мы examinаем возможность модифика формула для финансирования. Не могу сказать, конечно, как будут эти интервенции, но, на момент определенный, если мы можем улучшить эту финансирование, и эти финансирования будут, то будут интервенции. Но нормативы, по студенту или по релеву, и, конечно, он будет адаптироваться на потребности целей, например, для того, что они будут планированы для этого года, для институтов, если мы говорим о релеве, и, конечно, нормативы по релеву, они будут увеличивать, они будут увеличивать, и поэтому эти элементы все ajustаются, и школы будут получать финансирование, и, конечно, не будут увеличивать формулы. И это будет с следующего уже учебного года, скорее всего? В каждом году, эти нормативы по релеву будут увеличивать, и нормативы по релеву будут увеличивать, и, конечно, у нас будет больше, он будет увеличивать. Господин Топала, я благодарю вас за то, что ответили на наши вопросы. Уважаемые зрители, спасибо за внимание. Увидимся в эфире Публика ТВ. Редактор субтитров А.Семкин